Для выполнения служебных обязанностей Андрею Ларину, наверное, понадобятся настоящие лидерские качества, такие как у участников Всероссийского форума «Лидеры России». Встреча сейчас проходит в Сочи, где работает и наш корреспондент Евгений Потергера. И вот последние новости. Церемония закрытия финала задерживается на 35 минут. За закрытой дверью наблюдательный совет, эксперты и наставники спорят о победителях. Лидеры России заметно нервничают. Решается их судьба. До церемонии закрытия имена сотни лучших неизвестны. Итак, на сцену приглашается Алия Фельдар. Сотни лучших две приморские фамилии. Дмитрий Новиков и Николай Стецко. Целый год будут общаться с наставниками, перенимать опыт. Опыт драгоценный. Наставники – это первые лица российской политики, губернаторы, общественники государственного уровня, топ-менеджеры крупных компаний. За правилами игры следит специальный наблюдательный совет. Конкуренция за такое наставничество огромная, поэтому члены наблюдательного совета, конкурса – это люди с безупречной репутацией. Здесь все по-честному. И мы постарались эту честность соблюсти, открытость. И она до последнего дня для нас была самым большим приоритетом. Пять дней финалисты решали различные бизнес-задачи, кейсы от наставников, тесты на креативность. Затем, как они это делают, наблюдали эксперты по оценке. Приглядывались к ним и наставники. Участники, чтобы заработать дополнительные баллы, проводили открытый урок в школах Сочи. Вообще, вот эта аттестационная система аналогов в мире не имеет, никогда и нигде не оценивали по стольким критериям такое количество людей. В одном зале находится столько позитивных людей, столько мотивированных людей, столько людей, которые хотят развиваться сами, развивать страну, что просто приятно было в этой компании находиться. Конкурс проходил в четыре этапа. На первом отбирали анкеты участников, проводили онлайн-тестирование. Потом этап полуфинала в каждом из федеральных округов. Дальше финал здесь, в Сочи. Рядом со мной сейчас победитель из Владивостока Николай Стыцко. Николай, вот что ты получил от участия в этом конкурсе, помимо миллиона на образование, заветного диплома и статуэтки финалиста? Да, ну диплом, деньги и статуэтка, это не самое главное, далеко не главное. Для меня основное это возможность понять, где я нахожусь на сегодняшний день по сравнению с другими самыми лучшими управленцами России. То есть это та точка, которая в перспективе, надеюсь, даст мне шанс, возможность двигаться вперед. Ходят слухи, что многие победители получают предложения о работе. Были такие предложения? Были интервью с другими губернаторами западных регионов России, но я для себя изначально принял решение, что никуда я из Приморского края направляться не буду. Мне очень хочется быть полезным на той территории, где я родился. Спасибо большое. Ну что ж, сам конкурс поручил провести президент Путин. Стало известно, что он продолжится в следующем году, а это значит, будут новые лидеры, будут новые наставники, эксперты и новые возможности. Евгений Потергер, Максим Евсеев, Центр Сириус, Сочи, Панорама. Продолжение следует...